Всем привет! Сегодня я расскажу вам о том, как сделать настоящий железный пароход. Причем это не просто модель, которая имитирует паровую установку и не просто кораблик, который можно запускать. А это настоящий пароход, то есть это судно с металлическим корпусом, с деревянной палубой, с топкой и паровой машиной. Из чего я его сделал? Кусок жести, доска от ящика и проволока. Правда впоследствии мне пришлось немножко модифицировать эту модель, чтобы она более хорошо плавала. Но об этом я расскажу прямо сейчас. О том, как вырезать из жести корпус, думаю вы догадаетесь сами или посмотрите эти материалы в интернете. Выпилить палубу пароходной формы из доски тоже не составит труда. Проволока мне служила для крепежа. Давайте посмотрим пароход поближе и части из которых он состоит. Вот такая посудина. Итак, разберем. Вот я разобрал пароход на запчасти. Основа всего это деревянный кораблик. Вот выпиленная из дощечки от ящика палуба. Борта сделаны из полоски шести. Отрезать ее можно ножницами по металлу или обычными ножницами с длинными ручками. Я ничего не паял. Нос корабля просто обжар пассатижами. А здесь полоски шести идут внахлёст. Прибито все обувными гвоздями. Прямо к доске. И промазано немножко клеем изнутри, чтобы не так сильно затекала вода. Сам по себе этот кораблик плавал хорошо. Но когда я установил на него паровую установку, собственно говоря, машину, приводящую его в действие, мой корабль стал тонуть. Мне пришлось нарастить палубу, чтобы обеспечить большую плавучесть. И даже это не помогло, в конце концов пришлось применить хитрость. Я приделал по бортам кораблика пенопластовые кусочки, эти поплавки, как раз и помогают кораблю держаться на воде. Хотя, когда они погружены в воду, дизайну корабля это не мешает. Теперь о паровой машине. Паровую машину я изготовил из куска жести. Проделал в нем отверстие, согнул его в форме буквы П и разместил паровые котлы. Очень хитрая установка, да? Паровые котлы я сделал просто из газовых баллончиков. Все гениально и просто. Чтобы эти паровые котлы подогревать, конечно, понадобится топка. Я изготовил ее из банки, срезав лишнюю часть и проделав отверстие. Такая топка годится как для твердого, так и для жидкого топлива. Я использую жидкое топливо, оно более удобно. Трубу для своей паровой машины я изготовил также из банки. Котельное отделение должно быть закрыто. Вот такая крышечка тоже изготовлена. И опять все из той же банки я изготовил вот такую крышечку. В сборе вы уже видели, как это выглядит. Ну, давайте вместе соберем. Я размещаю паровую машину на палубе. Закрываю ее заглушкой. И вся котельная установка установлена на моем пароходе. Дальше. В машинное отделение я помещаю топку. При испытаниях сюда заливается топливо. Либо кладется твердое топливо. Можно использовать спирт, сухое горючее, бензин. Все, что вам понравится. Я использую более хитрую смесь, чтобы из моей трубы шел дым. Тогда это выглядит еще более эффектно. Трубу я особо не закреплял. Корабль в сражениях участвовать не собирается. А для небольшого плавания по озеру или пруду такого крепежа вполне достаточно. Хотя все можно пропаять, приклеить термоклеем или использовать еще какие-нибудь уловки. Вот такой пароход. Как действуют паровые машины, вы знаете из курса школы. А как плавает этот пароход, вы можете посмотреть в следующем ролике. Заходите, любуйтесь и увидите, как ведет себя данная модель на испытаниях. Время, пока.